В эфире программа городские подробности. Здравствуйте! Как всегда в это воскресное время на канале ПС мы подводим итоги уходящей недели. Одним из главных событий этой недели стала 74-я годовщина прихода в Архангельск первого союзного конвоя Дервиш. В его состав вошли 6 судов, загруженных стратегическим сырьем, обмундированием и техникой. Дервиш положил начало истории поставок по ленд-лизу военной помощи для Советского Союза. За годы Великой Отечественной в порты Мурманска и Архангельска пришли 78 конвоев, доставивших около 7 миллионов тонн грузов для фронта. В памятный день 31 августа делегации стран антигитлеровской коалиции, ветераны легендарных северных конвоев приняли участие во множестве торжественных мероприятий, одним из которых стало открытие монумента на площади мира. История огненных рейсов началась в Архангельске в воскресенье 31 августа 1941 года. Здесь отныне стоять на века памятнику каждой огненной морской миле. Особые чувства перед началом церемонии, конечно, у тех, кто знает, как создавался этот подвиг, ставший легендой. Среди них юнго-северных конвоев Валерий Никлюдов. Стояли вперед смотрящими, стояли на руле, на грузовых операциях, как взрослые. Мне было тогда 13 лет. Начало церемонии как дальнестранным участницам беспрецедентной военной операции, продлившейся 4 года. Вот вносят флаги стран антигитлеровской коалиции – СССР, Великобритании, США и Канады. Союзники. Как много надежды подарило в годы войны это слово. В год 70-летия Победы особенно пронзительно звучит воспоминание об этом подвиге, о подвиге ветеранов северных конвоев. Умение чтить эту память, чтить этот подвиг – это наша прямая обязанность, это наш долг. Сегодня действительно исторический день в жизни нашего города по инициативе ветеранов североморского пароходства, участников северных конвоев. Именно год 70-летия, так захотели ветераны, год 74-й годовщины северных конвоев, открыть этот памятник северным конвоям. Мы вашу задачу выполнили, Игорь Анатольевич поддержал эту инициативу и сегодня объявил о том, что это начало большого празднения 75-летия, уже празднования прихода конвоев. Первый конвой положил надежду на победу, которая и случилась 4 года спустя. И мы всегда должны помнить, что только вместе, как когда-то 74 года назад, так и сейчас мы можем вместе сохранить этот хрупкий мир. Право открыть памятник, конечно, им, ветеранам северных конвоев, Юрий Будиев из Архангельска, Тарас Гончаренко из Санкт-Петербурга и британец Эрнест Дэвис. Спустя 74 года они снова вместе. Здесь и сейчас их собрала общая радость. Памятник северным конвоем – это памятник людям и кораблям. Их путь, а это почти две тысячи морских миль, лежал вокруг оккупированной врагом Норвегии. Корабли, как люди, умирали от страшных ран, стойко выдерживая взрыв за взрывом. Таким увидел этот образ автор памятника, скульптор Сергей Сюхин. Идея родилась из метафизики. А что это такое? А это вот фашисты. Они буквально блокаду ставили из земли, из моря, из воздуха нашим северным конвоем. И вот эта стена, она в какой-то степени символизирует эту блокаду. Но наши доблестные конвои, северные, мужественные, они прорывали ее. Ну, чайки, если моряк увидел чайку в океане, он сразу понимает, что берег рядом, и он дойдет до дому. Ну и кроме того, все-таки тоже метафизика и такая философия. Вот силуэт напоминает все-таки христианский крест. Кто-то из участников церемонии сказал, у погибших в море нет могил. Но теперь есть этот памятник. Здесь можно склонить голову и вспомнить о погибших. В семье генерального консула США в Санкт-Петербурге Томас Алири участие в северных конвоях принимали тесть и его брат. Позвольте выразить мою искреннюю благодарность ветеранам северных конвоев, которые сегодня здесь находятся. Этот памятник дан уважение вам и вашим воевым товарищам. Своим наставникам и учителям юнгаши всегда считали человека, который, как никто другой, знал, что значит принять ответственность на себя. Великий флотоводец Николай Кузнецов сумел правильно оценить значение Архангельского порта. Это позволило организовать в 1941 году приемку союзных конвоев. Кстати, именно по приказу адмирала была сформирована школа юнг ВМФ, которую окончили около 4 тысяч мальчишек. Перед отправкой на Соловки ее курсанты размещались здесь, в здании флотского полуэкипажа, что в Соломболе. Взрослели мальчишки быстро, прямо в бою. Не было никакой разницы, как у меня 16 лет, или там Матрос-26. Ничего. Море, корабль, война, она един для всех. Отважные моряки гибли и на воде, и на суше. Вражеские обстрелы берегов Северной Двины уносили жизни смелых бойцов. Каждый день в архангельских госпиталях с кем-то из них прощались навсегда. В память о них мэр Архангельска Виктор Павленко, депутат городской думы Дмитрий Акишев и члены британской делегации возложили цветы к английскому мемориалу на Вологодском кладбище. Здесь обрели вечный покой 449 солдат и офицеров, подданных Великобритании, США, Франции и Канады, погибших во время Второй мировой войны. Уотер Филби в годы Второй мировой войны воевал на крейсере «Белфаст», участвовавшем в охране арктических конвоев. Я переживаю глубокое чувство скорби, и положив цветы, я точно знаю, что нам нужно обязательно помнить, что они сделали для нас, и что, если бы не их жизнь, то вряд ли мы стояли бы сегодня здесь. Председатель лондонского клуба «Северный конвой» Эрнест Дэвис возлагает цветы к мемориалу с особым чувством. Он здесь не только для того, чтобы отдать дань погибшим, но и для того, чтобы издержать слово, данное другу. Здесь похоронен молодой человек, который погиб во время полярных конвоев. Ему было всего 16 лет. Он был знаком и моего друга. Мой друг раньше специально приезжал сюда, чтобы возложить цветы к этому мемориалу. Сейчас он приехать не смог. Венки в честь героев «Северных конвоев», следуя морской традиции, спускают на воду в Соломболе, напротив закладного камня, тем, кого не вернуло море. Алые гвоздики скользят по поверхности речных волн. С берега семафорной азбукой фронтовиков приветствуют ученики 62-й школы. Ребята поздравили нас. Я только одно слово последнее прочитал «Доброго пути». Ну и спасибо им. Я старый сигнальщик. Я считаю, что вот такие встречи, они чрезвычайно необходимы. Причем не только нам. Мы уходим уже. А вот молодые вы, чтобы вы понимали, что такое была война, и как мы вообще воевали, и какая жизнь ваших отцов, дедов. Те, кто смогли побывать в Архангельске в эти памятные дни, не забудут встреч, слез и крепких рукопожатий дружбы. Дружбы, проверенной войной. Празднование по случаю 74-й годовщины Дервиша продолжилось и 1 сентября, в День знаний. Ветераны и иностранные гости посетили школу Архангельска и приняли участие в торжественных линейках. Каким было 1 сентября 2015 года в Архангельске, узнаем прямо сейчас. На 1 сентябрьской линейке у 50-й школы собрались 114 первоклассников. Виновники торжества с нетерпением ждут, ну когда же раздаться первый в их жизни звонок. Мне уже сказали, что будет праздник. И читаю, что там будет весело и круто. Я жду хороших учебы и хороших друзей. Новый учебный год 50-я школа встречает в новом статусе. В год 70-летия Победы распоряжение мэра Архангельска Виктора Павленко учебному заведению присвоено имя дважды Героя Советского Союза Александра Шабалина. О героях на праздничной линейке не просто говорили, герои сами присутствовали здесь. Ветераны знаменитых северных конвоев Тарас Бенчаренко и Юрий Колесников первыми поздравили юных соломбальцев. Ветераны северного флота поздравляют вас с началом учебного года в вашей прославленной школе. Мы желаем вам постигать все науки на отлично, стать в будущем хорошими специалистами. И мы будем очень рады, если многие из вас найдут свою дорогу в море. Какая она была? Дорога в море для северных конвоев. Ответ на этот вопрос ученики 50-й школы могли услышать из первых уст. Фронтовики провели для ребят уроки мужества, рассказав о своем участии в беспрецедентной военной операции и спасительной миссии Дервиша. Это очень также важно для нас, потому что не каждый день нас посещают такие важные люди. Это очень волнительно. С волнением перед школьниками выступал и ветеран северных конвоев Тарас Гончаренко. Главное его напутствие ребятам – быть достойными истории родного города воинской славы Архангельска. Любое поколение достойное. Любое. Она просто упирается, так сказать, как его подготовят. Если их хорошо подготовят, то это будет прекрасное поколение. Главное – это родина, это семья, это окружающие друзья. Вот это главное. Заданный городом воинской славы курс на патриотическое воспитание поддерживает и коллектив третьей гимназии. День знаний здесь также начинается с главного урока – урока мужества. Чтобы из первых уст рассказать ребятам о страницах великой истории в гимназию, прибыли гости из Великобритании – ветераны Второй мировой войны. Среди них Эрнест Дэвис. Он участвовал в операциях по доставке грузов по Ленд-Лизу. Скажите, как дети получали образование во время войны? Учиться было очень тяжело. Мы занимались уже после работы. У меня нет слов, настолько все трогательно. Все дети так хорошо воспитаны и образованы, интересуются историей. Я очень рад и горд, что был приглашен на это событие. Этой осенью школа номер 32 встречает три первых класса. Это 105 учеников. И каждому, несомненно, повезло. Ведь на школьное плавание длиной в 11 лет их напутствовали те, о ком принято говорить «Живая легенда» – выпускники Соловецкой школы ЮНГ ВМФ. ЮНГ 2-го набора Борис Давыдов прекрасно помнит, как он и его товарищи зубрили уставы, решали задачки по электротехнике и очень боялись, что война закончится без них. Мы считаем, вот ЮНГи, которые мы учились и прожили эту жизнь, мы считаем Архангельской Соловки второй своей родиной. И мы очень рады, что вот ваш город такой прекрасный, хороший, в этом году поставил памятник северным конвоям. Наследники мальчиков с бантиками – нынешние ученики Архангельской школы Соловецких ЮНГ. Для каждого носить ее форму – особая честь и гордость. От них тоже напутствие и советы. Хороших оценок, наверное. Достижения в спорте и в учебе. Меньше уставать и высыпаться каждый день. Одним из гостей на Дне знаний в Архангельской школе Соловецких ЮНГ стал мэр Архангельска Виктор Павленко. Я очень рад, что с каждым годом учащихся в городе Архангельска становится больше. Сегодня за партой сядут более 35 тысяч школьников. Из них более 4 тысяч первоклассников. Это на 250 больше, чем в прошлом году. Президент нашей страны Владимир Путин сказал о том, что крепкую Россию можно построить только на фундаменте патриотизма. Но и ваша школа, как никакая, этим занимаются уже давно, с 2006 года, являясь Соловецкой школой. И вот после торжественной линейки у первоклассников началась настоящая школьная жизнь. Уроки, расписания. Я желаю вам, ребята, хорошей учебы, чтобы вы были достойными жителями нашего города Архангельска, города воинской славы. Я думаю, все ведь собираются учиться на отлично. Кто хочет учиться на отлично, поднимите руки. Архангельские первоклассники-юнгаши пообещали учиться усердно и быть достойными наследниками великих подвигов. С 1 сентября по распоряжению мэра Архангельска Виктора Павленко в учреждениях социальной сферы начался отопительный сезон. К теплу подключаются 85% детских садов, школ, учреждений здравоохранения, культуры и спорта. Здесь у нас теплообменники, регуляторы горячей и холодной воды. Заведующая детским садом номер 157 Лариса Дьячкова не без гордости показывает новенький теплоузел. В этом августе провели его опрессовку и гидравлические испытания промыли систему отопления. Здравствуйте, дети! Здравствуйте! У вас тепло в группе? Да! Во всех девяти группах детского садика Сиверк и Бутаре были теплыми с утра 1 сентября. Столбик термометра замер на отметке 21 градус. На сегодняшний день температура воздуха во всех помещениях у нас соответствует нормативам. В День знаний тепло появилось и в школе номер 32. Сегодня термометры в классах показывали плюс 22 градуса. Мы очень рады тому, что в этом году, уже 1 сентября, прямо в день начала работы школы, в день знаний, в праздничный день мы уже были с теплом. В школе тепло, ребята чувствуют себя очень комфортно. Виктор Павленко поставил задачу. Уже на следующей неделе энергетики и коммунальные службы должны начать обеспечивать теплом квартиры гаража. По распоряжению мэра 7 сентября, то есть понедельника, со следующего понедельника, мы начинаем отопительный сезон и подаем теплоносители в многоквартирные дома. В среднем процесс подачи теплоносителя занимает от 7 до 10 дней. На данный момент у нас совместно с энергетиками подписан график включения наших территориальных округов, определены этапы и эту работу мы планомерно начнем с понедельника, 7 сентября текущего года. Первыми батареи потеплеют в домах Соломбальского округа, затем Новоравинофактории, Майской горке и центральных округах Октябрьском и Ломоносовском. Завершится подключение города к теплу 17 сентября. Отопительный сезон в жилфонде Архангельска начинается уже завтра. Распоряжение об этом подписал мэр областного центра Виктор Павленко. С 7 по 8 сентября батареи потеплеют в домах Соломбальского и Северного округов, а также поселках аэропорта и гарнизона Талаги. С 9 по 10 сентября к теплу будут подключены округа Воравинофактория и Майская горка, а с 11 по 13 сентября Ломоносовский и Октябрьский округа. В Маймаксе, Исакогорке и Цыглами неотопительный сезон начнется в период с 7 по 13 сентября. Энергоснабжающим организациям, независимо от форм собственности, предписано начать подачу теплоносителя в системы теплоснабжения города в режиме отопления. Контроль возложен на глав администрации округов и департамент городского хозяйства мэрии. В соответствии с действующим законодательством, решение о начале отопительного сезона принимается после того, как среднесуточная температура наружного воздуха в течение 5 дней будет меньше плюс 8 градусов. Тем не менее, учитывая погодные условия и многочисленное обращение граждан, мэр Виктор Павленко распорядился начать отопительный сезон в жилфонде города. Повышение доступности медицинской помощи – одно из приоритетных направлений в работе мэрии Архангельска. Близится к завершению работы на улице Дзержинского, дом 11, где к Новому году откроется офис врача общей практики первой городской больницы. Кроме того, муниципалитет готов передать областному Минздраву одно из помещений в Цигламине, чтобы организовать там прием врачей и терапевтов. Подобный проект уже стартовал в привокзальном районе города. Новый филиал первой городской поликлиники готов к приему пациентов. Сегодня он открылся по адресу Тиме-22. Теперь жители привокзального района смогут получать консультации терапевта в шаговой доступности от своего дома. Доктора у нас здесь работают с огромным опытом работы. Это те врачи, которые обслуживают как раз те участки, которые расположены вокруг вот этого филиала. Поэтому для врачей это очень удобно. Прием, участок, все свое, регистратор. При необходимости назначения консультации узких специалистов, все пациенты будут направляться в первую поликлинику, в основное наше здание. В помещении общей площадью более 68 квадратных метров будет работать 5 терапевтов. Это значительно повысит доступность оказания медицинской помощи жителям привокзального района. Это действительно шаг на встречу. Я надеюсь, что еще развиваться будет это учреждение. Поэтому я хочу выразить огромное спасибо от всех ветеранов. Открытие филиала поликлиники на Тиме-22 – один из совместных проектов областных и городских властей. Мы продлеваем режим работы медицинских организаций. Мы открываем дополнительные офисы врачей общей практики. По действующему законодательству система здравоохранения находится в зоне ответственности правительства региона. Но и муниципалитет активно помогает развивать систему здравоохранения в Архангельске. В том числе выделяя помещения для работы филиалов поликлиник. Удобно, квалифицированные доктора, связь с основной поликлиникой, возможно и лаборатория будет здесь. Поэтому эти проекты будут продолжаться. Уже готовится проект на Дзержинского, 11. Я думаю, что в ближайшее время тоже будет открыт такой филиал. Затем в Цигламини, такой отдаленной территории, там тоже мы передаем помещения. И следующий проект – это в новых домах, это касается новостроек. Очень хороший проект, совместный проект, пример, совместная работа. Я думаю, что это хороший пример. Будем его продолжать на здоровье нашим горожанам. Новый филиал первой городской поликлиники по улице Тиме, 22, работает 5 дней в неделю с 8 до 18 часов. Записаться на прием жители микрорайона могут как при личном обращении, так и по телефону, или через интернет-сайт Министерства травоохранения Архангельской области. А теперь у ситуации, которая недавно сложилась в первой городской больнице на 600-метровом коллекторе от улицы Суворова до Комсомольской, куда выходит канализация учреждения, произошла авария. Ее успешно ликвидировали сотрудники муниципального предприятия «Водоканал». Подробности у Екатерины Грицыенко. Сейчас здесь, в подвале первой городской больницы, ничто не напоминает о том, что несколько дней назад здесь был почти полутораметровый слой воды. Причиной ЧП стало засорение коллектора дренажно-ливневыми водами и хозяйственными отходами. Чтобы обеспечить нормальное функционирование канализации первой горбольницы, муниципальное предприятие «Водоканал» за 10 дней откачало почти 20 тысяч кубометров стоков. 20 тысяч кубических метров воды – этот объем в два раза превышает месячную норму стоков, принимаемых городской канализационной системой. По всей системе, включая улицу Суворова до Троицкого, еще вынимали дополнительно отходы, связанные с жизнедеятельностью учреждений. То есть это бинты, тампоны, вата, еще что-то. То, что дополнительно засоряло систему. На сегодня первой городской больнице выданы рекомендации о проведении профилактических работ для того, чтобы в систему, в городскую канализацию не поступали отходы жизнедеятельности учреждения, то есть бинты, чтобы не засоряли систему. Главный врач первой горбольницы Сергей Красильников объясняет, если бы не оперативная и профессиональная работа муниципальных служб, ЧП могло обернуться настоящим бедствием. В день затопления подвала уровень воды был в 15 сантиметрах от электрощитовых. В случае обесточивания клиники 12 пациентов нейроблока оказались бы отключены от систем жизнеобеспечения. Хочется сказать слова благодарности МУП «Водоканал», что коллектор по улице Суворова был оперативно прочищен, было мобилизовано много техники, людских ресурсов, и на сегодняшний день уровень воды у нас в подвальном помещении ушел. Поэтому мы очень рады и искренне благодарим все службы и средства, которые в этом участвовали. На выходном колодце с территории больницы «Водоканал» уже установил так называемую ловушку для того, чтобы исключить попадание отходов в городской коллектор. Теперь задача сотрудников больницы – не допустить повторения аварии. А сейчас в Северный округ. Несколько дней назад там завершились работы по устранению аварии на напорном канализационном коллекторе. На улице Ударников ремонт проводило предприятие «Энерголайнс», которое является гарантирующим поставщиком по водоснабжению и водоотведению в этом районе Архангельска. На сегодня монтаж временного трубопровода на улице Ударников завершен, канализационно-насосная станция запущена в работу, началось осушение территории. Из-за двух повреждений на канализационных коллекторах в районе улицы Целлюлозной и Ударников были значительно подтоплены прилегающие кварталы. Главная задача последних недель для специалистов компании «Энерголайнс» – найти неисправный участок трубы на улице Ударников. Место аварии удалось обнаружить. Временный трубопровод обеспечит отвод образовавшихся стоков, а затем будет проложен новый участок коллектора длиной 100 метров. В этом случае тогда мы уже эту временную трубу уберем, и начнет работать основная труба. Сейчас параллельно готовится проектная документация на эти работы. На улице Целлюлозной также заменили часть коллектора. Для выполнения ремонта мэром Архангельска Виктором Павленко были выделены дополнительные средства из городского бюджета. На сегодня этот участок заменен подрядчиком, уложен пластик диаметром 100 миллиметров. Система начала работать, и подтопление спало в большей своей части. Остаются работы по обратной засыпке и благоустройству. Подтопление Северного округа происходило в том числе и из-за неисправных водопроводных сетей Саламбальского ЛДК. Мэрия обязала предприятие устранить течь. Что касается участка коллектора на улице Ударников, то его собственник, компания «Специализированный транспорт», от участия в ремонте самоустранилась. Но отвечать за свое бездействие предприятию все же придется. Мэрия Архангельска направила соответствующий иск в Саламбальский суд. На этой неделе у стен Архангельского морского кадетского корпуса состоялось открытие бюста легендарному флотоводцу, герою Советского Союза Николаю Кузнецову. Событие произошло в особенный день. 2 сентября 1945 года закончилась самая кровопролитная и жестокая в истории человечества Вторая мировая война. Вот когда я начинаю думать о войне, то я начинаю вспоминать Испанию. Потому что там еще можно было остановить войну. В этом интервью архангельскому журналисту Виктору Фридману он расскажет о многих знаковых вехах истории Второй мировой войны. Но об одной скромно умолчит. В июне 1941-го, не дожидаясь команды свыше, нарком ВМФ Кузнецов перевел флот в боевую готовность номер один. Тем самым спас жизни тысячи моряков, которые спустя десятилетия не перестают восхищаться смелым поступком русского флотоводца. Мы все юные, да мы все матросы, все флотоводцы должны быть ему благодарны. Для нас он святой человек. Бюст «Человеку-легенде» отныне будет встречать продолжателей традиций флота, воспитанников архангельского морского кадетского корпуса. Кадет Денис Бутаков принимал участие в экспедиции на родину адмирала в Котласский район. Гелизы с землей из деревни Медведки теперь хранятся у подножия монумента. Гордость была, что я привезу частицу его земли сюда и отдам дань, уважение ему. Сохранить память о подвигах и героях – главная задача в работе по патриотическому воспитанию власти региона и областного центра. Я думаю, что обучаясь в городе Архангельске, вы будете с гордостью носить имя Архангела Городца. Своими знаниями, своими успехами в учебе, в спорте, в строевой подготовке вы докажете, что вы настоящие кадеты. Событие этого сентябрьского дня, безусловно, сохранится в истории морского кадетского корпуса. На его воспитанников возложена важная миссия – быть достойными памяти земляков. Все понимали опасность, все понимали, что предстоит тяжелое испытание для нашей Родины. И, тем не менее, у всех на лицах была надежда на то, чтобы в конечном итоге победили. К другим темам. Архангельск – университетский город. Под таким лозунгом прошел студенческий праздник факультатив в Петровском парке. За рамки студенческого факультатив вышел уже давно. Теперь это общегородской праздник, где занятие по душе нашел себе любой желающий. Самые спортивные, а таких оказалось более 200 человек, сдавали нормы ГТО. Творческий потенциал можно было раскрыть на мастер-классах по танцам. А на главной сцене у театра драмы своими выступлениями радовали горожан творческие коллективы Архангельска. Каждый год же новые студенты, новые первокурсники приходят в наши учебные заведения города Архангельска. Архангельск – это университетский город. И поэтому, конечно же, факультатив очень важен и нужен прежде всего первокурсникам. Но и ребята, которые учатся на старших курсах, они могут показать, а чему новому они научились за прошедший год. Что новое они познали во время практики летних каникул. Гвоздем программы стало выступление популярной рок-группы «Люмен». Именно ее выбрали студенты по итогам опроса, который провел Молодежный совет Архангельска накануне праздника. Большинство молодых людей хотели видеть на факультативе музыкантов именно этого коллектива. Мы много раз бывали уже в Архангельске. У нас здесь есть друзья, старые знакомые, поэтому очень приятно сюда возвращаться. Группа исполнила как известные хиты, так и композиции из новых альбомов. Ребята из Уфы признались, что давно не выступали на городских молодежных праздниках, а поэтому волновались. Но после первой песни стало понятно, что волнение это было напрасным. Публика приняла их на ура. Очень нравится атмосфера. Очень крутой концерт, много народу. Очень все нравится. Далее обзор свежего номера газеты «Архангельск. Город воинской славы». Вот некоторые его темы. На какую поддержку могут рассчитывать садовольческие товарищества? Останется ли амбулатория на острове Краснофлотский? И будет ли ремонт 4-й горбольницы? Как удалось сохранить траловые флоты? Какие у него перспективы? На эти и другие вопросы горожан глава региона Игорь Орлов ответил во время рабочей поездки в округа Майская горка и Варавина-Фактория. Подробности в свежем номере. Интервью мэра Архангельска Виктора Павленко посвящено самым актуальным темам. Как город готовится к зимним холодам, ремонтирует дороги и строит новые тротуары. Вы также узнаете о том, что по распоряжению градоначальника в учреждениях соцсферы и в жилом фонде уже подключают отопление. Как создавался летний оборонно-спортивный лагерь Архангел и какие принципы лежат в основе воспитания ребят, рассказывает директор Центра технического творчества и досуга школьников Александр Фомин. Какие задачи сегодня выполняют военные летчики и почему в авиации нужно быть всецело преданным своей профессии, об этом говорит в интервью заместитель главкома ВВС России Сергей Дронов. Известный телеведущий Кирилл Набутов рассказывает о том, как создавался документальный фильм «Битва за север» и об Олимпийском закулисье. Газета публикует страницу поздравлений, гороскопы и телепрограмму. Газету «Архангелец. Город воинской славы» бесплатно вы можете получить в киосках Роспечати. Газета «Архангелец. Город воинской славы». Помни о прошлом, живи настоящим, думай о будущем. Такой была первая неделя осени в Архангельске. Я, Артемий Заварзин, прощаюсь с вами до следующего воскресенья. Всего доброго.